Книга «Открытым оком». Первый том. Вопрос 539. Тема «Взаимоотношения». Марка 12, 31. Вторая подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Что значит «как самого себя»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Странно, но за 40 лет своей жизни, как я сознательно уверовал во Христа, не слышал ни одной проповеди в храмах на эту тему, ни у православных, ни у сектантов, в их синагогах. Что такое «я»? Видимое и невидимое. Человек дуалистичен, состоит из тела и души. Любить значит содействовать, помогать, устроять все так, чтобы достигнута была цель. После грехопадения человек сделался смертным и кратковременным. Любить себя означает вернуть себя, как человека, в первозданное райское состояние. И отметать все, что препятствует этому. И всячески культивировать все, содействующее этому. Пример. Бабушки и дедушки безумно любят внуков. В чем выражается эта любовь? Один ответ. Спи дольше, ешь больше. Закармливают шоколадками, пестуют в тепле, в избытке, с ущербом для своих мизерных пенсий. Еще немного, и стоматолог будет ваш домашний врач. А участковый инспектор – желанный гость. Развращая внуков, старики губят и себя. Жизнь проиграна, песок весь просыпался. Притча 18.1. Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. 2 Тимофею 4.3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Если любишь себя, свою единственную бессмертную душеньку, то ты будешь ее тренировать, готовить к сражению. 1 Коринфянам 9.23-27. 2 Коринфянам 9.23. Не будет только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. 2 Маковейская 4.14. Так что священники перестали быть ревностными к служению жертвеннику и, презирая храм и не родя о жертвах, спешили принимать участие в противных закону играх-палестры по призыву бросаемого диска. Изнуряющие свою плоть для того, чтобы утончить ее и возвысить дух, любят ли сами себя? Сираха 30.11 «Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его». Человек, который не имеет высшей цели, он и не может к ней стремиться, поэтому и живет без напряжения. Я на мозг Коминский считал, и это ныне дознано опытом, что нормальный развитый человек использует всего лишь около 3% своих потенциальных ресурсов. 97% остаются невостребованными, зарытыми, не отданными в рост. И за это придет расплата на страшном суде. Любить себя значит все время понуждать себя к ревности в деле спасения, преображаться в образ Христа и ближнего влечь к тому же. «Тебя будут обвинять в суровости, жесткости и жестокости. Я являюсь основателем и бессменным руководителем православного детского трудового лагеря Стана в честь священномученика Климента Анкирского». Вот уже 28 лет. Главная движущая сила лагеря – любовь к детям. И она выражается не только в хорошем питании, но и в раннем. В 5 утра – подъеме и физическом наказании, за что против меня уже несколько раз прокуратура пыталась возбудить уголовное дело, науськанное коммунистами. В Сирахо 31 «Кто любит своего сына, тот пусть чаще наказывает его, чтобы впоследствии утешаться им. По милости Божией мне есть замена уже для проповеди в храме, для занятий в университете, для работы в тюрьме и в детском лагере. Постепенно я сдаю все свои полномочия. Но на одну должность мою по сегодняшний день нет кандидатуры. Это быть следователем, прокурором и палачом-экзекутором в детском лагере Стане. Это настолько тонкое, опасное и редкое в смысле правильности исполнение занятия, что я его никому доверить не могу. Без физического наказания дети делаются неуправляемыми, как всюду в школах и в безбожных лагерях. И тогда существование нашего лагеря Стана теряет смысл. Безбожные учителя, воспитатели, развратители, вкупе с различными представителями властей, пытаются задушить нас, оспаривая наше христианское воспитание. Пугают уголовными статьями, масонской конвенции прав ребенка. Но по сегодняшний день Господь чудно хранит оазис чистоты и святости. Наш детский православный лагерь Стан. «Любить себя нужно так, как заповедует Господь. Не щадить свою плоть для возвышения духа». Евреям 12,6 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Редактор субтитров А.Семкин